Добрый день, наши уважаемые юные телезрители! Вас приветствует телепередача «Азбука права», с помощью которой мы будем изучать, что же такое право и для чего оно необходимо каждому гражданину. Наша азбука расскажет вам не только о правах, но и об обязанностях, научит правовой культуре и поможет воспитать в каждом из нас законопослушного и достойного гражданина, уважающего свою культуру и свое общество. Меня зовут Аджамал Осмодова, и сегодняшний выпуск программы мы посвятим очень интересной теме, которую прямо сейчас объявит наш виртуальный ведущий Аделет. Привет! Меня зовут Аделет. И тема на сегодня – патриотизм. Мы слышим о таком явлении, как патриотизм, очень часто. О нем нам говорят политики, общественные и государственные деятели, писатели и ученые, музыканты и спортсмены, и, конечно же, самые обычные граждане. Так что же такое патриотизм? Сегодня у нас в гостях Салман, который учится во втором классе 24-й школы. И вместе с Салманом мы попытаемся разобраться, что же подразумевает под собой такое интересное и звучное слово, как патриотизм. Салман, расскажи, пожалуйста, мне вот первый вопрос я тебе задам. Как называется страна, в которой ты живешь? Кыргызстан. И я еще пару вопросов для тебя подготовила. Как ты думаешь, что это? Это флаг. А это что такое? Мир. Молодец. Ты знаешь очень много про свою страну. Скажи, пожалуйста, Салман, а как по-другому можно назвать Кыргызстан? Кыргызстан? Моей родиной. Молодец. Скажи, пожалуйста, а что нужно сделать для того, чтобы твоя родина развивалась? Чтобы ничего не мусор, войны не было. Вот ты как ребенок, что ты можешь сделать? Как нужно себя вести? Хорошо. Учиться в одни пятерки. Получать образование. Брать пример со взрослых. Правильно? Да. И еще один вопрос у меня к тебе есть. Как называется тот человек, который делает все вышеперечисленное для своей родины? Патриот. Какой же ты молодец и умница, Салман. Мне очень понравились твои ответы. А сейчас я предлагаю спросить у ребят, знают ли они, что же такое патриотизм? Это, я думаю, такой человек в древние времена, который был. Он великий, наверное. Ну, патриот, я представляю, что он человек нормальный и добрый. Родина – это то место, где ты родился. Даже если ты уже живешь где-нибудь за границей, ты всегда будешь о ней помнить. Потому что это твое родимое место, родимое пятно в твоей памяти. И ты никогда не забудешь свою родину. Я здесь родилась. И здесь, здесь все хорошо, здесь природа, прекрасные животные, люди. Если бы не было родины, то тогда бы меня тоже не было. Мой город, я там родилась, живу. Ну, Кыргызстан – это родина. И еще я очень горжусь этой страной. Кыргызстан очень наполнен историей своего прошлого. Кыргызы – это очень хороший народ. Она солнечная. В другой стране я бы не почувствовала себя так комфортно, как здесь. Это священное место. Родина – это там, где мы родились, наши предки и я. И там, где мы сейчас проживаем, учимся. Кыргызстан для меня – это родная родина. И если я ее покину, мне будет очень грустно. Патриотизм – это любовь к своей родине. Истинный патриот ценит и знает историю своей страны, активно участвует в ее настоящем и строит ее будущее. Патриотизм – это когда человек знает и уважает родную культуру, традиции и родной язык. Это также любовь и уважение к своим соотечественникам. Итак, уважаемые телезрители, закрепим полученный материал. Патриотом мы можем назвать человека, который защищает свою страну. Человека, сумевшего прославить свою родину на весь мир. Человека, который трудится во благо и развитие своей страны. Человека, который уважительно и бережно относится к окружающей его среде. Патриот уважает не только себя, но и людей других наций, стремится к дружбе и согласию. Мы узнали, что же такое патриотизм и кого можно считать патриотом своей родины. Салман, скажи, пожалуйста, а кого ты считаешь патриотом? Герой войны Шопоков. А почему? Потому что он воевал за свою страну, за свою родину. Мне очень понравился твой ответ, ты большой молодец. А сейчас давай спросим у ребят, кого же они считают патриотом своей родины. Я бы мог назвать патриотом Чонгазаит Матова. Это был известный писатель, он был богат, но он был богат по своим трудам. Он в одно и то же время был и богат, и помогал своему народу. Ну, я надеюсь, что есть. Я хочу узнать о патриотах больше. Я же они не знаю. Манас, потому что Манас, он храбрый, добрый и честный. Патриотом я тех назвал бы, например, Манаса. Он так любил свою страну. Ну, Чонгазаит Матова, Туртогул Саталанова. Ну, Алухул Османов писал книги о Кыргызстане много. Душен Кульшопоков. Мы уже обсуждаем Чонгазаит Матова. Я с гордостью могу назвать его патриотом страны. Он прославлял наш Кыргызстан, наш народ, кыргызский народ по всему миру. Курманчан Датка, наши писатели, Башспека Джо, все те, которые воевали за нашу родину, за наш народ. Манаса могу назвать. Он, получается, также собрал государство. Он то же самое сделал, получается, только в свое время, как конституцию. Он же создал, получается, 7 заповедей Манаса. Собрал все 40 племен и, как сказать, организовал сплоченность. Я особенно всегда уважала Розу Оттенбаеву. Я очень ценю то, что она делала для страны. Она смогла поднять после революции страну. Я бы назвал тех же учителей, многих детей, которые рисуют рисунки про свою родину, которые отвечают на такие же вопросы, как я и они, и таких очень добрых людей. Эл Мазбек Атамбаев, он президент и тоже патриот. Курманчан Даткум можно назвать патриотом Кыргызстана. Кто голос от Улганова? Больше я не знаю. Как мы видим, в Кыргызстане есть немало людей, которые работали, работают и будут работать во благо своей отчизны, ничего не прося взамен. А на что же готово подрастающее поколение для того, чтобы слыть истинным патриотам своей родины? Немножко исправить экономику страны, очистить ее экологию. И всякие хорошие дела. Экономика нашей страны очень низкая, ее можно было бы тоже увеличить, тоже своими средствами и способами, а также экология тоже. Я вообще хочу стать врачом и хотела бы улучшить медицину, чтобы медицина была бесплатная, чтобы пожилые люди в основном, чтобы могли они лечиться и дети тоже. В дальнейших планах развить нашу страну, поднять в целях, как сказать, в моем будущем стоит цель стать инженером в нефтегазовом деле и в этой области развить нашу страну и построить новый контакт с другими странами. Но для того, чтобы считаться настоящим патриотом, недостаточно просто говорить о том, что ты патриот. Любовь к своей стране предполагает еще и соучастие в ее жизни, стремление быть таким, чтобы, глядя на тебя, уважали и Кыргызстан. Ведь Кыргызстан – это замечательная страна, в которой гармонично живут разные народы и разные национальности. Истинный патриот испытывает счастье тогда, когда счастлива его родина и ее граждане. Кыргызстан – это замечательная страна. В ней люди живут в счастье и согласии. Ну, она мне как бабушка, она заботится о нас всех, о нашей Родине. Она дает нам плоды. Мы ее служили должны отблагодарить. Поэтому я не хочу, чтобы в лесу пожары были, бензин, чтобы выливался на озера. Я хочу, чтобы отдельные были, чтобы город жил своей жизнью, а животные своей, чистой жизнью. В Кыргызстане, чтобы баланс был. Кыргызстан – это очень красивая страна и честная. Кыргызстан Кыргызстан А на этом у нас все. Но мы с вами не прощаемся. В следующих выпусках нашей программы мы продолжим изучать с вами наши права и обязанности. А мы с Алманом с вами прощаемся и хотим сказать вам, чтобы вы ни в коем случае не забывали изучать право с детства. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!